Уважаемые коллеги, друзья, прежде всего, конечно, хочу поздравить вас с 20-летием. Правда, здесь, по-моему, половина присутствующих к счётной палате прямого отношения не имеют, но я так понимаю, что пришли ваши коллеги, гости, с которыми вы плотно, постоянно и результативно работаете. Хочу всех сотрудников счётной палаты поблагодарить и руководителей, и аудиторов, рядовых сотрудников, всех, кто работал и работает в счётной палате эти годы за профессионализм, за принципиальность, за твёрдость, за преданность своему делу. Счётная палата занимается вопросами, на первый взгляд, довольно скучными и малоинтересными, но чрезвычайно важными для эффективной работы государственных структур. И поэтому счётная палата по праву завоевала авторитет, уважение. Вы глубоко разбираетесь в бюджетных вопросах, невзирая на чины и звания, вскрываясь в недостатке, а порой и явные нарушения закона и финансовой дисциплины. Говорю об этом так уверенно, потому что знаю вашу работу не понаслышке. Я когда-то, наверное, в курсе возглавлял контрольное управление президента, и мы со счётной палатой работали тогда очень и очень плотно, совместно. Отчёты с счётной палаты содержат объективную, подробную информацию об эффективности и результативности расходования средств государства. А выверенные и профессиональные выводы ложатся в основу важнейших государственных решений. Отмечу, что согласно Конституции счётная палата формируется парламентом страны. Это залог беспристрастной работы в интересах всего государства и всех граждан России. За последнее время в законодательство внесены изменения, направленные на расширение полномочий, повышение статуса и укрепление независимости счётной палаты. В том числе в её формировании заметно возросла роль парламентских партий. Добавлю, что у нас появились и новые возможности для более тесного взаимодействия с правоохранительными структурами. Материалы о хищении государственных средств, о нарушениях законодательства, полученные счётной палатой, безусловно, должны ложиться в основу материалов и становиться предметом самого тщательного расследования. Уважаемые коллеги, текущая ситуация требует активного участия и тесного взаимодействия всех органов власти. Именно поэтому я вначале обратил внимание на то, что здесь присутствует много людей, которые в счётной палате не работают, но тесно с ней взаимодействуют. В минувшем году, в том числе и в результате внешних ограничений, меняется динамика ряда важнейших экономических показателей, и, как мы с вами знаем, не в лучшую сторону. Правительством подготовлен план обеспечения устойчивого развития экономики и социальной сферы в 2015 году. На его реализацию направляются значительные государственные ресурсы. Я прошу счётную палату осуществлять мониторинг хода выполнения этого плана. Необходимо добиться внятного, ощутимого результата, повысить устойчивость конкретных производств, стимулировать спрос на отечественную продукцию и ни в коем случае не допустить, обращая на это ваше внимание, просто разбазаривание государственных ресурсов, разбазаривание резервов. Нужно действовать в высшей степени аккуратно. Разбросать деньги в различные отрасли на какие-то для всех важные вещи – самое простое дело, ума много не нужно. Нам нужно структуру экономики менять. А если уж и направлять деньги, то именно туда, где они сыграют именно эту роль, или на поддержку людей, которые действительно в ней нуждаются со стороны государства. Также прошу счётную палату усилить контроль за использованием средств, которые будут направляться в банковскую систему. Прежде всего, эти ресурсы должны пойти на кредитование наиболее значимых проектов в реальном секторе экономики по доступной процентной ставке. Сейчас не буду говорить об инструментах, которые предлагаются. Вы наверняка об этом всё хорошо знаете. Нужно, чтобы все условия выделения этих денег и последующие шаги были реализованы. И за этим тоже нужно наладить особый контроль. Их прекрасно помню, и вы наверняка знаете о тех случаях. Их было немного, но всё-таки они были в 2008-2009 году, когда мы выделяли деньги на поддержку ликвидности банковской системы. И в целом сработали хорошо и правительство, и Центральный банк. Но были и очевидные провалы, просчёты, связанные просто с неэффективным использованием средств. А откуда это возникло? От недостаточного контроля в данном случае. Особое внимание следует уделить ситуации в субъектах Федерации. Вновь подчеркну, от того, как организованная работа в регионах в значительной степени зависит успех нашей общей работы. Прежде всего, необходимо наладить оперативный контроль за использованием региональных бюджетов, за исполнением региональных бюджетов. Это касается в том числе использования средств федеральной поддержки уровня общего долга субъекта Федерации. Здесь нужно действовать в тесной координации с контрольно-счётными органами в субъектах Федерации. Вы сейчас говорили с Татьяной Алексеевной по поводу того, что нужно, конечно, поддержать и муниципальный уровень контроля. Ясно, что есть определённые законодательно прописанные ограничения. Но давайте, не вмешиваясь в работу муниципальных, в том числе и контрольных органов, всё-таки оказывать им помощь на договорной основе. Надо найти другие способы, но нужно коллег обязательно на муниципальном уровне поддержать. Тем более, что проблем-то достаточно, а денег, как всегда, мало. Нужно продолжить решение системных проблем, менять структуру экономики на основе тех мер, которые будут приниматься, качественно улучшать эффективность социальной сферы. Мы об этом много говорим, но продвигаемся пока медленно. Ведь на протяжении 10 лет, как минимум, а то и больше, говорим о необходимости внедрения адресной помощи. Именно адресной. Не просто размазывать всем, в том числе и тем, кто совершенно не нуждается в поддержке, но эти ресурсы уходят на людей, которые, в общем-то, и не собираются воспользоваться даже этой поддержкой, а тем, кто действительно нуждается до таких категорий граждан, поддержка часто не доходит. Не надо ждать, пока конъюнктура сама собой улучшится. Следует самим формировать условия для роста экономики, использовать для этого все факторы. В сложившихся условиях следует находить более эффективные, нестандартные способы решения тех задач, которые ставились и в указах, и в последнем послании Федеральному собранию. В этой связи считаю, что Счётная палата должна ещё раз проанализировать государственные программы, посмотреть, насколько их показатели отвечают нашим стратегическим целям, насколько точно расставлены приоритеты в этих программах, где есть резервы, которые можно направить на развитие. Далее. Надо продолжить работу по повышению эффективности расходования бюджетных средств. Об этом я уже упоминал. Мы не можем позволить себе расточительство. Скажу, что из года в год Счётная палата выявляет очевидные нарушения бюджетной дисциплины. Направляются соответствующие предписания. Нужно признать, что кардинальных изменений пока нет. В том числе из года в год повторяется порочная практика концентрировать основные расходы в завершающем квартале финансового года, буквально распихивать средства в последние недели уходящего года. Какой осмысленной работе, о каком внятном результате можно говорить при таком подходе. Татьяна Алексеевна должна хорошо знать, она самоработала в Министерстве финансов. На протяжении последних пяти лет треть государственных расходов осуществляется в четвёртом квартале. Из них половина, как бы коллеги ни объясняли, но всё-таки в спешном порядке тратятся в декабре по известному принципу «лишь бы освоить». Понятно, на это есть и объективные причины, я о них знаю, есть и субъективные, но нужно не только об этом говорить ежегодно. Нужно вносить абсолютно коррективы в нормативную базу, чтобы ситуация менялась. Подчеркну, текущая ситуация должна стать дополнительным стимулом для того, чтобы наконец свести к минимуму, а ещё лучше вообще устранить все изъяны и нарушения, которые, к сожалению, пока имеют место. Рассчитываю, что счётная палата возьмёт под особый контроль принимаемые меры по укреплению бюджетной дисциплины. Если необходимо, как я уже сказал, пожалуйста, представьте своё предложение, в том числе и по изменению нормативной базы. Следующее направление, о котором не могу не сказать – это госзакупки, объём которых – триллионы рублей. Отмечу, что Министерству обороны, например, уже дано поручение усилить контроль за использованием бюджетных ассигнований на государственный оборонный заказ, и работа ведётся. Мы договаривались с руководителем счётной палаты, и я ещё раз хочу это подтвердить. Просил бы вас всех, но, естественно, через руководителя, и рекомендации давать соответствующим образом. Мы говорили о кредиторке, и вносим в этой связи определённые коррективы в финансирование того же самого Министерства обороны с тем, чтобы кредиторку уменьшить, а эффективность использования в государственных ресурсах повысить. И это результат ваших предложений. Я вас прошу не просто считать и предъявлять претензии, но и, используя ваш опыт, ваши знания, формулировать предложения по улучшению ситуации. Что касается гражданских учреждений, то год назад вступил в силу закон о федеральной контрактной системе. Его логика заключается в том, чтобы повысить открытость всех процедур, стимулировать реальную конкуренцию между участниками закупок, а за счёт этого обеспечить рачительное использование государственного рубля. Но нужно признать, что до сих пор существенной экономии средств, выделяемых на госзакупки, добиться, к сожалению, не удалось. Попреки здравому смыслу и экономическим реалиям, отдельные государственные и муниципальные структуры продолжают закупать товары по явно завышенной неадекватной цене, отодвигают от контрактов отечественных производителей и используют госсредства для приобретения предметов роскоши. И вот, думаю, здесь полезно было бы и с общественными организациями, я ещё об этом скажу, поплотнее поработать, в том числе и с соответствующими структурами Общероссийского народного фронта. Они достаточно эффективно взяли за это дело и очень многое вытаскивают на свет Божий. Просил бы вас их поддержать. В целом следует и дальше ужесточать контроль за расходованием средств при госзакупках и закупках госкорпораций и компаний с госучастием, совершенствовать работу контрольно-надзорных органов на местах, обеспечить внедрение современных технологий, выстраивать диалог, как я уже сказал, с гражданским обществом. Серьёзный контроль необходимо наладить и за государственными инвестициями, добиться конкретных эффективных результатов от вложения государственных ресурсов. А между тем есть факты, когда годами не могут достроить крупные объекты, возводимые за государственные счёты, вопиющие примеры, когда стоимость строительства однотипных зданий и сооружений даже в соседних регионах отличается в разы. И это тоже очень большой резерв для экономии бюджетных средств. А в современных условиях чрезвычайно это важно и просил бы вас обратить на это внимание. Вы знаете, что принято решение о создании системы единого технического заказчика, который централизует подготовку типовых проектов строительной документации выбор подрядчиков. Все механизмы будут отработаны в рамках пилотных проектов. Знаю, что здесь есть определённые, как у нас в народе говорят, засады. И есть ситуации, которые могут привести к определённым проблемам, в том числе и коррупционные составляющие. Но оставлять всё, как было раньше, тоже неправильно, тоже невозможно. Давайте будем эти механизмы внедрять. Но я попросил вас очень внимательно за этим следить, наблюдать. И я уже об этом сказал, и вносить свои предложения по совершенствованию этих механизмов. Прошу Счётную палату обеспечить контроль за реализацией этого решения. Уважаемые коллеги, за последние годы нашей стране пришлось отвечать на много непростых вызовов. И всегда сложные этапы нашего развития мы проходили достойно. Убеждён, так будет и на этот раз. Необходимо собраться, настроиться на качественную, инициативную, результативную работу с полной отдачей. И, конечно, нужно действовать открыто, как я уже говорил, в диалоге и сотрудничестве с гражданским обществом. Только так можно добиться позитивных, так нужных нам изменений. И в заключение хотел бы ещё раз поздравить Счётную палату с юбилеем, пожелать всем вам успехов. Большое спасибо. 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 Большое спасибо.